Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпании Щелкова, программа «Диалог» и я ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450. И задавать свои вопросы моей сегодняшней гостье. А в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Министерства социального развития Московской области Жанна Пеняева. Добрый вечер, Жанна Альбертовна. Добрый вечер. Мы с вами встречались в начале этого года, говорили о тех изменениях, которые произошли с начала года в законодательстве областном и федеральном, что касается социальной защиты, направления вашей работы. Но летом тоже произошли изменения, поэтому хотелось бы от вас услышать, какие новшества изменения в законодательстве коснулись ваших подопечных, ну прежде всего, наверное, многодетных семей. В 2017 году было внесено много изменений, и причем положительных изменений, касающихся многодетных семей, которые, на мой взгляд, наиболее нуждаются в помощи государства. И поэтому по опыту 2016 года, итоги которого мы подводили в феврале, те предложения, которые были высказаны непосредственно многодетными семьями, были все предусмотрены. И на основании данных предложений в закон о семье и детях Московской области были внесены изменения. В частности, хотелось бы отметить, что с этого года выплата на приобретение школьной формы стала производиться не только многодетным семьям, но и приравненным семьям, которые в прошлом году данную выплату не имели возможность получить. А такие семьи, как правило, имеют в своем составе двух школьников, и выплата на одного школьника составляет 3000 рублей, поэтому мы считаем, что это хорошее подспорье для родителей на приобретение школьной формы. Пользуясь случаем, мне хотелось бы пригласить тех, кто еще не обратился за оформлением выплату на школьную форму. Документы принимаются до 1 декабря, поэтому прошу всех многодетные семьи, семьи, приравненные к многодетным, где есть школьники, но уточню, школьники должны обучаться либо в муниципальных, либо в государственных образовательных учреждениях. Ждем либо по адресу Свирская, дом 14 в управлении соцзащиты, либо документы можно сдать в многофункциональный центр на Свирской, 2, либо по месту жительства. Если можно, Жанна Альбертовна, поясните нашим зрителям, что означает термин «приравненные к многодетным семьям». Это те семьи, у которых один старше 18 лет, но обучается по очной форме обучения, либо в высшем учебном заведении, либо в среднем учебном заведении. Также в закон были внесены изменения, теперь семьи, которые приравненные, с января месяца будет утвержден порядок выдачи удостоверений. На сегодняшний день мы пока выдаем справки приравненных семей. С января месяца это будут удостоверения, так же, как и у многодетных семей. Играет ли роль месторасположение высшего или среднего специального учебного заведения, в которых учатся такие дети старше 18 лет? Это должна быть только территорией Московской области? Нет, Москва, Московская область, ограничений нет. Самое главное и основное, и родители, и дети должны быть жителями Московской области. Сейчас я предлагаю посмотреть видеосюжет, который мы снимали еще летом, когда только началась кампания по выдаче компенсации за школьную форму, а потом продолжим наш разговор. Давайте посмотрим. 27 июня 2017 года правительство Московской области утвердило постановление номер 529-22 о порядке предоставления компенсации на приобретение школьной одежды детям из многодетных семей. В этом году внесен ряд изменений относительно порядка выплат. Теперь для получения денежных средств родителям не нужно предоставлять кассовые чеки приобретенной формы. Размер выплаты фиксированный и составляет 3000 рублей на каждого обучающегося в государственном муниципальном общеобразовательном учреждении Щелковского района. Также право на компенсацию сохраняется у семей, приравненных к многодетным. Теперь для удобства граждан заявления можно подать не только в Управление социальной защиты населения, но и через МФЦ. Подачу заявлений можно будет осуществить до 1 декабря 2017 года. По данным на 18 сентября в Щелковском районе учатся и проживают 3600 детей из семей, приравненных к многодетным и многодетных. 500 человек уже получили компенсацию за школьную форму. Изменились ли как-то данные с того момента, когда мы снимали репортаж, да это была середина сентября, тогда только 500 человек получили из 3600? На сегодняшний день уже около 1500 выплату получили. Если учитывать, что школьников в среднем у нас около 3200 человек, то 70% получили. Поэтому еще раз приглашаю многодетных родителей до 1 декабря за выплатой на школьную форму. Выплата производится один раз в календарном году. Ну и на будущий год, наверное, останется этот закон? Да. Данная выплата закреплена законодательно, поэтому это уже будет следующий 2018 год. К сожалению, те, кто не получит выплату в 2017, получить дважды в 2018 году возможности не будет. Ну это вот такое важное нововведение. А по отношению к другим льготным категориям населения изменились как-то законы? Были внесены ряд изменений, касаемые выплат региональной социальной доплаты к пенсии. Это для тех, кто получает пенсию по потере кормильца и обучаются в высших учебных заведениях. Предусмотрена региональная социальная доплата до 9161 рубля. Теперь необходимо будет ежегодно в сентябре студентам предоставлять справку о том, что они продолжают учиться в учебном заведении. Поэтому, если раньше мы ставили до момента окончания вуза, теперь справочку желательно предоставлять в сентябре, чтобы не было месяца, когда студент эту выплату может не получить. Потому что, если происходит опоздание, то выплата назначается месяцем позже. То есть, с месяца следующего за месяцем обращения. Хочется отметить, что для детей-инвалидов региональная социальная доплата к пенсии и несовершеннолетних детей она назначается автоматически с момента наступления права и до момента, скажем так, пока пенсия не превышает тот размер, который устанавливается. В этом году это 9161 рубль. Но, как правило, каждый год размер этой доплаты увеличивается. Это в месяц, естественно. Да, мы доплачиваем до этой суммы. То есть, у пенсии бывают разные. У кого-то 6 тысяч, у кого-то 7 тысяч. Учитываются все льготы. Социальная карта, выплаты по ЖКХ. И той суммы, которую не достает до указанной, мы производим доплату ежемесячно. Ну, это вот, так скажем, молодое поколение, поддержка его. А вот что касается людей старшего возраста? Значит, для граждан пожилого возраста, которые являются пенсионерами старше 70 лет, это могут быть либо одинокие пенсионеры, либо пенсионеры, которые проживают в семье пенсионеров. И их доход не превышает 2 прожиточных минимума. Сегодня это 17 800 рублей. Значит, в этом случае теперь справку необходимо обновлять один раз в год. До 2017 года данная выплата назначалась на 6 месяцев. И по истечении этого периода необходимо было обратиться и вновь написать заявление. Подтвердить то, что пенсионер одинокий, либо проживает в семье пенсионера. И доход его не превышает. Тогда была сумма 16 800, сейчас прожиточный минимум увеличился на душу населения. Поэтому и сумма теперь 17 800. Но теперь раз в году. То есть человек пришел, и на год он может быть спокоен, что выплаты ему будут ежемесячно производиться. Ну да, то есть условия получения не изменились, но получить стало проще, потому что не надо ходить сейчас. Не надо будет ходить. Учитывая преклонный возраст, не всегда можно добраться пешком, те, кто далеко проживает. Поэтому я думаю, что это положительный момент в части данного вопроса. Жанна Альбертовна, у нас есть звонок нашего зрителя. Добрый вечер. Слушаем вас в эфире. Жанна Альбертовна, здравствуйте. У меня такой вопрос. Мой сосед проживает вместе с несовершеннолетним сыном. Ребеночку 14 лет. Соседу уже исполнилось 70. Может ли он назначить 700 рублей? Спасибо. Но, к сожалению, назначить данному гражданину выплату мы не сможем, потому что, вот как я уже сказала, это должен быть либо одиноко проживающий пенсионер, либо это семья, состоящая из пенсионеров. Здесь в семье проживает 14-летний внук или сын. К сожалению, в данном случае выплата не назначается. Но ведь еще он не зарабатывает все равно, да? В соответствии с законодательством четко прописано, что это должен быть либо одиноко проживающий, либо проживающий в семье пенсионерам. Спасибо, Жанна Альбертовна. Мы уже начали говорить о том, что законодательство наше, ну и вообще все условия идут навстречу, так скажем, жителям нашего региона и района. Тоже, естественно, хотелось бы узнать, какие у нас еще такие новшества за последнее время внедряются. Я хочу сейчас предложить посмотреть еще один видеосюжет, который мы снимали в этом году, а потом вы их прокомментируете о том, что же происходит у нас для блага жителей. Давайте посмотрим. Идти в ногу с прогрессом старается Министерство соцразвития Московской области. Не так давно в Подмосковье появилось мобильное приложение «Единый пункт проката технических средств реабилитации». В него включены данные комплексных центров социального обслуживания со всего региона, в том числе и Щелковского района. Развивается в интернет-пространстве и Единая служба социального сопровождения детей-инвалидов Московской области «ДАР». Информационный портал создан при поддержке социально-реабилитационного центра для ребят с ограниченными возможностями здоровья, отделение которого работает в Щелковском районе. Пока новые технологии внедряются в информационное пространство, традиционный документооборот упрощается. Так были изменены сроки подачи документов для получения ежемесячной компенсации гражданам в возрасте 70 лет и старше, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов. Если раньше пенсионерам приходилось подавать обращения каждые шесть месяцев, то, начиная с 1 июля, документы необходимо предоставлять лишь раз в год. На эту тему мы уже говорили, пока шел репортаж, еще один звонок поступил, поэтому давайте послушаем, потом продолжим разговор. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. Алло, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Я бы хотела такой вопрос задать. Я в октябре обращалась в МФЦ по поводу перерегистрации детских пособий. И если раньше нужно было справки за три месяца о доходах предоставлять, то теперь за 12. То есть я представила за три, мне отказали. Действительно ли это так, что нужно за 12 месяцев теперь? Да, в этом году также были внесены изменения в закон, где было прописано, что справки о доходах для назначения ежемесячного денежного пособия малообеспеченным семьям, теперь необходимо предоставлять за 12 месяцев. Но и подача этих справок теперь не каждые 6 месяцев, а раз в году. Это также упростит количество обращений, уменьшит в управление, и назначение выплаты будет производиться на год. Оно уже производится на год, начиная с июля месяца 2017 года. Ну, здесь был правомерный отказ. Действительно, справки теперь необходимы за 12 месяцев. Спасибо. Ну, давайте теперь вернемся к нашему сюжету о том, как внедряются современные технологии. Насколько удобно пользоваться вот этим приложением, о котором шла речь вначале? Министерство соцразвития не стоит на месте. И так же, как весь мир переводит оказание услуг в большей степени информирование населения, так же через информационные системы. И в этом году было создано очень удобное мобильное приложение, по которому можно увидеть и узнать, какие технические средства реабилитации можно получить в пользование в случае необходимости. Значит, для этого необходимо данное приложение установить на мобильный телефон. И с помощью данного предложения человек может определиться с тем техническим средством реабилитации, которое ему необходимо. В данном предложении также включен и наш комплексный центр социального обслуживания населения, в котором работает пункт проката. В приложении имеется весь перечень технических средств реабилитации, которые имеются в нашем учреждении, в нашем пункте проката. Но хочется отметить, что так как Минсоцразвитие – это структура областная, то в случае необходимости и отсутствия технического средства реабилитации в нашем пункте проката, его можно выбрать и заказать в пункте проката, который находится на территории Московской области в другом районе. И мало того, внесены также в данное приложение изменения в части того, что предоставляется услуга сиделки, также можно в случае необходимости через данное приложение подобрать сиделку, если это необходимо. Это вот то, что касается портала предоставления именно технических средств реабилитации. Очень хороший портал ДАР, о котором также шла речь – это портал, специально созданный для семей, которые имеют детей с ограниченными возможностями. В режиме онлайн можно получить ответы на интересующие вопросы, можно узнать об изменениях в законодательстве, можно узнать, какие льготы и права имеют семьи с детьми, можно получить консультацию психолога. То есть большой спектр услуг можно получить, воспользовавшись порталом ДАР. Поэтому у нас есть такие семьи в районе, их около 700. Призываю зарегистрироваться на данном портале и пользоваться той услугой, которая на сегодняшний момент есть. Она действительно была организована центром Росинка. Это центр для несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями, отделение которого работает на территории Щелковского района, оказывая услуги детям с ограниченными возможностями и с ослабленным здоровьем. Поэтому призываю еще раз, пожалуйста, обращайтесь, получите услуги в электронном виде. Спасибо. У нас еще один звонок есть. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, говорите, слушаем вас. Вот сейчас в сентябре я ходила в пенсионный фонд, и вот у меня трое детей. И вот сказали, что будет надбавка за детей до 90-го года, рожденных в Советском Союзе. Я бы хотела узнать, будет эта прибавка и в каком размере. Ну, я вам порекомендую обратиться в управление пенсионного фонда, потому что данные выплаты и данные изменения, они касаются непосредственно управления пенсионного фонда. Если можете, запишите телефон приемный 699-84. Они вам подскажут ответ на ваш вопрос. К сожалению, данным направлением выплат мы не занимаемся. Спасибо, Жанна Альбертовна. Еще о нововведениях прозвучала такая информация, что очень много теперь вопросов с подачей документов можно решать через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг через МФЦ. У вас как-то расширяется перечень, так скажем, тех услуг, по которым можно обратиться в МФЦ, минуя вас? Да, у нас уже второй год. Перечень услуг составляет 49 услуг, которые можно документы представить в многофункциональный центр, не приходя в Щелковское управление соцзащиты, и получить выплату, либо меры соцподдержки, такие как соцкарта. Хочется отметить, что если в режиме онлайн граждане получали бесплатный проезд, это соцкарта, то есть при подаче документов на социальную карту гражданину в режиме онлайн выдавался единый билет для бесплатного проезда. То есть при наступлении права человек им мог сразу воспользоваться. С этого года в режиме онлайн выдаются удостоверения многодетных семей. То есть если многодетная семья обращается в многофункциональный центр, и по ее желанию удостоверение она получит в этот же день при обращении в многофункциональный центр. Но хочу отметить, что наши специалисты также принимают граждан по всем вопросам, которые касаются льгот в соответствии с законодательством. Ну а наплыв посетителей, так скажем, не уменьшился в связи с введением новых услуг через МФЦ? Или примерно так же, как и было? Я имею в виду работу ваших сотрудников. Значит, работа сотрудников наших не уменьшилась, потому что сотрудники МФЦ оказывают, конечно, нам большую помощь в приеме населения, но принятие решения по назначению мер социальной поддержки все равно остается за управлением соцзащиты. Поэтому все те документы, которые из МФЦ передаются в управление соцзащиты, они рассматриваются в установленном порядке, по ним принимается решение и назначаются меры социальной поддержки. И назначаются выплаты. Очередной звонок от нашего зрителя. Добрый вечер, слушаем вас. Алло. Здравствуйте, да, говорите, слушаем вас. У меня вопрос к Жанне Альбертовне, не только от меня. За сентябрь месяц не перечислили льготы. Почему? Вопрос не только от меня. Не перечислили льготы... По ЖКХ. По ЖКХ? Да. Но если управляющая компания ваша предоставляла документы, то в этом случае компенсация должна быть. Никаких сбоев по выплатам не было. Но в вашем конкретном случае запишите, пожалуйста, телефон нашей горячей линии, по которому вы сможете дозвониться. Завтра предлагаю вам позвонить, и мы конкретно по вашей ситуации посмотрим и ответим. Либо деньги просто еще не дошли до вас, ну, либо произошел какой-то сбой. 6-98-03. Спасибо большое. 6-98-03. Звоните, пожалуйста, завтра. Спасибо, Жанна Альбертовна. Такие у нас сегодня активные зрители. Поговорим еще немного, наверное, о вашем учреждении. Я имею в виду целиком управления социальной защитой населения и о тех учреждениях, которые ему подведомственны. Я, конечно, имею в виду это прежде всего и комплексный центр социального обслуживания «Забота», что касается людей старшего возраста, и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья», ну и центр психологической помощи «Янтарь». У нас немного времени есть, еще до перерыва. Поэтому давайте начнем тогда вот с первого учреждения, с первой организации. Это центр социального обслуживания «Забота». Чем он занимается? Ну, наш комплексный центр социального обслуживания припел в этом году небольшие изменения. Теперь в нашем центре работает отделение дневного пребывания, рассчитанное на 30 граждан пожилого возраста, которые ежемесячно заезды у нас меняются. Это, как мы уже говорили, пункт проката технических средств реабилитации. Это социальное такси. И, кроме этого, у нас работает срочная служба, которая оказывает помощь тем, кто в ней нуждается экстренно. То есть специалисты выходят на места, составляя акты обследования для того, чтобы было принято решение о той помощи, которой необходимо гражданину. С июля 2017 года те отделения, которые были в комплексном центре, это отделение социального обслуживания на дому, они у нас теперь в некоммерческой организации. Центр оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию населения. Все те соцработники, все те заведующие, которые работали в нашем комплексном центре, теперь работают в данной организации, оказывая услуги жителям Щелковского района, Звездного городка, Лосина-Петровского, Фрязина, как это было, когда они были в комплексном центре. Услуги оказываются все те же, на тех же условиях, которые были в комплексном центре, но несмотря на то, что это НКО, а не государственное бюджетное учреждение, как наш комплексный центр. Но у нас в планах в нашем учреждении открыть социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста. Сейчас мы над этим вопросом работаем. Отделение социально-реабилитационное в районе для детей у нас есть, для граждан, скажем так, старшего поколения пока нет. Поэтому надеемся, что у нас получится и с Нового года нам удастся открыть данное отделение. Ну а какие-то изменения в перечне оказываемых услуг есть? Или пока только юридическое произошло такое? Нет, пока мы сейчас готовим, помещение, смотрим тот перечень услуг, которые мы сможем оказывать гражданам, делаем мониторинг тех услуг, которые граждане хотели бы получать. То есть пока это наши планы. Как только отделение заработает, мы об этом, конечно же, сообщим и пригласим к нам в комплексный центр. Спасибо, Жанна Альбертовна. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» начальник управления социальной защиты населения Щелковского района, ну и вообще Московской области. И не только Щелковского района, но и Звездного городка. Жанна Пеняева. Напоминаю, телефоны прямого эфира 5-6-7-14-40, 5-6-7-14-50. Звоните, задавайте свои вопросы, мы вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Еще раз добрый вечер, Жанна Альбертовна. Добрый вечер. Продолжим разговор. Напоминаю, телефоны прямого эфира 5-6-7-14-40 и 5-6-7-14-50. Звоните, задавайте свои вопросы. Ну а мы продолжим нашу тему. Перед перерывом буквально вы рассказали об одном учреждении, которое входит в структуру вашего управления. Это комплексный центр социального обслуживания. Это касается, скажем, лиц старшего возраста. Но есть еще одно учреждение, которое занимается несовершеннолетними, так скажем, в основном из неблагополучных семей. Я имею в виду, конечно, это социально-реабилитационный центр «Семья» с говорящим названием. Если можно, коротко о его работе, чем он занимается в настоящее время. Ну и раньше занимался тоже. Ну, данный центр, так же, как и в прошлом году, о чем я рассказывала, занимается конкретно семьями, которые попадают в трудную жизненную ситуацию. В данном учреждении на сегодняшний день на учете в участковой социальной службе, на патронате состоит немного более 4-50 семей, в которых проживает 760 детей. Данные семьи получают различные виды помощи, начиная от гуманитарной помощи, это продукты, вещи, а также это помощь психолога, помощь специалистов, которые сначала выясняют проблемы в данной семье. Это могут быть и межличностные проблемы, проблемы родительских отношений, детских отношений в семье. Скажем так, может быть проблема употребления, злоупотребления спиртными напитками. То есть здесь... Но со стороны родителей, естественно. Со стороны родителей, да. Здесь очень большой спектр вопросов, которые решает наш центр «Семья». специалисты с родителями, которые несколько дезатаптированы в современном мире, ходят, оформляют документы, свидетельства о рождении детей, ставят детей в очередь в сад, готовят документы к школе. То есть те вопросы, которые не в состоянии решить родители, решают специалисты данного учреждения. Участковые социальные службы, которые охватывают весь Щелковский район, специалисты работают на территории всего Щелковского района, они, во-первых, для начала выявляют. Сейчас очень актуально направление, именно раннее выявление неблагополучных семей, чтобы данные семьи как можно раньше попали в поле зрения наших специалистов и их на ранней стадии можно было вывести из трудной ситуации. Под понятием «трудная ситуация» можно понимать разные вещи. Это и инвалидность ребенка, к которой, может быть, родители не были готовы. В данном случае необходима помощь психолога. Это и временная нетрудоспособность, когда родителям надо помочь найти работу. То есть в этом случае они обращаются в центр занятости наш. Много разных вопросов. Нужна там помощь медицинского сотрудника. То есть по всем вот этим вопросам специалисты оказывают содействие семьям, которые в этом нуждаются. Работает отделение в центре семья «Подсолнушки» для детей с ограниченными возможностями здоровья, куда тоже с большим удовольствием приходят дети, с которыми занимаются специалисты. Много реабилитационного оборудования нового в учреждении, яркого, красочного, современного, что также привлекает и детей, и родителей посещать наш центр «Семья». Ну а возрасты все обслуживаются, так скажем, больно? Возрасты от нуля до 18 лет. То есть возраст детей разный. Ну то есть я понял, что попасть в семью, так скажем, с большой буквы, в кавычках название центра, можно и по собственной просьбе родителей, если семья оказалась в какой-то сложной жизненной ситуации. Ну и, соответственно, по, как говорится, сигналу от тех, кто следит. Хотела бы отметить взаимодействие всех органов системы профилактики. Это и комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Щелковского муниципального района. Это и управление опеки и попечительства. Это и здравоохранение. Это и комитет по вопросам образования. То есть здесь только работая совместно, можно решить проблемы, которые возникают в семьях. Поэтому это же и детские дошкольные учреждения. То есть те, кто первыми замечают какие-то отрицательные моменты, да, там со стороны родителей, со стороны детей, сразу же поступают сигналы о том, что необходима помощь. И уже совместными усилиями каждый решает в своем направлении, чем можно помочь, как можно помочь, чтобы семья вышла из трудной жизненной ситуации. Ну, сейчас предлагаю посмотреть еще один видеосюжет, который мы снимали накануне начала учебного года, о благотворительной акции как раз для семей, у которых, так скажем, не хватает достатка, чтобы собрать ребенка в школу. Давайте посмотрим. К школе готовы, даже те семьи, которым приходится нелегко. Накануне нового учебного года 130 семей, нуждающихся в поддержке государства, получили рюкзаки и канцелярские товары. Акция «Собери ребенка в школу» проходит уже четвертый год подряд. На этот раз увеличилось не только число детей, получивших такие подарки, но и комплектация портфелей. В Щелковском районе акция проводится совместными усилиями районной администрации, благотворительного фонда «Рождественская звезда», «Российского Красного Креста» и при поддержке районных предпринимателей. Я желаю вам в школе только хорошего, доброго понимания ваших педагогов. Почему? Потому что педагоги – это будут ваши практически дополнительные родители, можно даже сказать, вторые родители. Они будут отдавать вам и душу, и сердце, и давать вам знания, и стараться стать вам друзьями. А вы, в свою очередь, постарайтесь стать друзьями них. У нас еще один звонок, пока шел репортаж, поэтому давайте послушаем. Добрый вечер, слушаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотела бы задать такой вопрос. Мне 68 лет, я ветеран труда, никогда не пользовалась никакими льготами от соцзащиты, кроме тех выплат, которые мне положены. Вот такой вопрос. Могу ли я воспользоваться получением путевки в санаторий? Спасибо. У ветеранов труда есть право получения санаторно-курортной путевки. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу и взять справку формы 070У для получения путевки. И с этой справочкой, и с документами со своими, паспорт, льготное удостоверение, пенсионное удостоверение, нужно подойти либо в Щелковское управление соцзащиты, либо в многофункциональный центр, для того, чтобы вас включили в реестр, кому необходима путевка в санаторий. Пожалуйста, приходите, ждем вас. Спасибо. Но вернемся к благотворительным акциям, которые проходят в администрации нашего района. Какую помощь вообще администрация оказывает органам социальной защиты? Вы знаете, хотелось бы выразить благодарность администрации Щелковского района, тем спонсорам, меценатам, которые оказывают помощь нашим семьям, не только с детьми, но и гражданам пожилого возраста. Помимо того, что мы предоставляем льготы, выплачиваем денежные средства, но этого порой не хватает на нормальную жизнь граждан. И поэтому та помощь, которая оказывается, в частности, дети, мы посмотрели репортаж, это ежегодная выдача письменных принадлежностей, портфелей, одежды. Вот сейчас было вручение курток детям из многодетных, малообеспеченных семей. Это очень большая помощь для семей, которые состоят на учете у нас в центре семья. Кроме этого, есть люди, которые ежегодно, это уже стало традицией, приходят в центр семья с тем, чтобы оказать помощь на покупку обуви, особенно осенней, зимней, которая, скажем так, наиболее дорогая, и не всегда у семей есть на это средства. И, конечно же, еще раз большое спасибо всем тем, кто неравнодушен к тем семьям, которые нуждаются в их помощи. Давайте в подтверждение ваших слов посмотрим еще один сюжет, как раз о том, как проходило вручение теплых курток совсем недавно, буквально на прошлой неделе. Давайте посмотрим. Музыка, улыбки, игры и познавательные конкурсы. В атмосфере настоящего праздника в субботу прошла традиционная акция с теплом к сердцу. Четвертый год она проводится по поручению главы Щелковского района. Ребятишкам из многодетных семей, подопечным социально-реабилитационного центра «Семья» и благотворительного фонда «Рождественская звезда» вручают теплую одежду. Скоро же зима. Помогли подготовить данные комплекты одежды представители социально-ориентированного бизнеса Щелковского муниципального района, за что большая благодарность. Куртки шьют на одном из предприятий Щелковского района по индивидуальным меркам каждого ребенка. Специалисты администрации следят, чтобы вещь была качественной и удобной. Всего в рамках акции подарки получат около 160 детей. Мы готовы работать так, чтобы вам всем было комфортно, чтобы качество жизни у нас в городе повышалось, в районе повышалось. Это большая, трудная задача, но вместе мы все преодолели. Первыми на церемонию пригласили девочек. Мамы признаются, в многодетных семьях теплая вещь точно не будет лишней. Давайте еще о детях поговорим. Сейчас наступили осенние каникулы. Работают у нас и оздоровительные лагеря, которые, естественно, и летом работали несколько смен. И сейчас тоже одна смена есть в лагере юнормейц. Хотелось бы узнать, сколько всего детей обеспечиваются льготными путевками в подобные лагеря. Буквально тоже на днях прозвучала цифра, что в целом по области порядка 600 детей получат такие путевки. А у нас в районе сколько? Дети, проживающие на территории Щелковского района, они могут получить путевку по месту работы родителей. Могут получить также малообеспеченные семьи через Щелковское управление соцзащиты. Для чего необходимо в начале года представить заявление о том, что данный ребенок нуждается именно в путевке в летний оздоровительный лагерь. На сегодняшний день нами выдано 140 путевок детям из малообеспеченных семей. На осенние каникулы также уехали 20 детей из малообеспеченных семей в оздоровительные лагеря Клинского района. И кроме этого у нас также бывают путевки для детей-инвалидов. Их в этом году, с начала года, выдано около 240 путевок. Здесь путевочка выдается и ребенку, и родителю. Соответственно, по линии управления в этом году выдано в пределах 400 путевок. Жанна Альбертовна, давайте поговорим о мероприятии, который пройдет буквально завтра в нашем районном культурном комплексе. Я имею в виду такой конкурс общообластной под названием «Мамы Подмосковья». Что это за конкурс, что он из себя представляет? Уже не первый год на территории Московской области проводится фестиваль под названием «Мамы Подмосковья ТОП-10». И Щелковский район выбран площадкой для проведения финального этапа данного конкурса. Данный конкурс проводится для многодетных семей в 10 номинациях. Завтра лучшие семьи, по 3 семьи в каждой номинации, приедут к нам в Щелковский район для того, чтобы побороться, скажем так, за первое место. Те семьи, которые победят в той или иной номинации, они будут приглашены на мероприятие, посвященное Дню Матери, на котором также будут отмечены их заслуги. Поэтому, пользуясь случаем, приглашаю всех, те, кто могут прийти завтра к 12 часам в ДК, поболеть за наших семей. От нашего района вышли в финал две семьи. Это семья, в которой больше всех детей. Это семья Боевой и Лены. Она будет участвовать в номинации «Мама и бабушка», поэтому приглашаю поддержать нашу семью. Это очень активная мама, она принимает участие во всех мероприятиях, которые проходят в районе. Дети у нее тоже активные. Часть детей, правда, уехала в лагерь, но надеемся, что их большая семья завтра будет на мероприятии. Поэтому мы всех приглашаем поболеть за наших земляков. Но если можно более подробно, какие номинации, вот эти топ-10, может быть, все 10, не надо перечислять. Что вообще необходимо, чтобы принять участие в конкурсе, ну, помимо большого количества детей? Ну, да, одно из условий – это многодетная мама. То есть если у мамы трое и более детей. Это по всем номинациям, да? По всем номинациям. Это фестиваль конкретно для многодетных мам. Одна из номинаций, которую я назвала «Мама и бабушка», вторая номинация «Самая активная мама», еще одна номинация, ну, их 10. Ну, да, сейчас не надо всех перечислять. Я сегодня заходил на ваш сайт нашего Щелковского управления соцзащиты, мне очень понравилась информативность, и новости, и документы все у вас так расположены, очень легко найти, да, и задать вопрос можно. Я прочитал, конечно, про этот конкурс, но тоже все 10 номинаций не запомнил. Самые яркие, вот с вашей точки зрения, какие? Ну, для нас самая яркая – это вот наша многодетная семья, мама и бабушка. Ну, конечно, может быть, нельзя в преддверии конкурса, тем более его финала, так говорить, но я лично буду болеть за нашу семью. Жюри, оно состоит из представителей культуры, представителей учреждений социальной защиты, а также специалистов Министерства социального развития. Здесь решение будет принимать комиссия, кто лучший в номинации, у кого более, скажем так, представлена работа, где красной линией проходит именно та номинация, в которой принимает та или иная семья. Все мамы хороши, все работы, которые представлены, интересны, и хочется отдать должное и поблагодарить этих мам, которые принимают участие, потому что при той заботе о детях, о том количестве детей, которые у них есть, они еще успевают работать, готовить, гулять, участвовать в общественной жизни и вести активный образ жизни. То есть здесь само по себе участие и выходить в финал конкурса. Поэтому хочется пожелать удачи всем. Я думаю, что побежденных не будет, они все уже победители, выйдя в финал данного конкурса. Вот у нас под занавес программы еще один звонок, поэтому давайте послушаем нашего зрителя. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно задать такой вопрос? Вообще юбиляров поздравляют с соцзащиты? Вы имеете юбиляров свадеб или юбиляров... Нет, таких, например, 80 лет или 85 исполняется. Вы приходите, поздравляете с соцзащитой или нет? Значит, в соответствии с постановлением правительства Московской области мы поздравляем с юбилейными датами, начиная от 90 лет. То есть 90, 95 и 100. В данном случае мы обязательно вручаем поздравительную открытку от президента Российской Федерации. Эти поздравления проходят уже не первый год, но, к сожалению, пока 80 и 85 лет не поздравляем. Ну, так же, как и юбиляры свадеб, да, у нас начинаются с 50 лет. Ну, юбиляры свадеб тоже с 50 лет. 50, 55, 60. Таких юбиляров мы также поздравляем. Ну, поздравление заключается в выплате денежной на счет. Хочу закончить тему все-таки. Мам Подмосковья, если можно, что нужно для того, чтобы победить в финале. То есть вначале они присылают работу, и, естественно, идет такой заочный отбор, да, кто выходит в финал. Ну, а вот что они будут делать завтра? Для тех, кто не сможет завтра прийти в РДК. Ну, завтра каждая семья представит визитную карточку, чтобы подчеркнуть колорит своей семье и особенность, в которой номинации участвует та или иная семья. Ну, и в конце такой, может быть, не очень хороший вопрос, да, я имею в виду, конечно, это работа, обеспеченность кадрами вашего управления, да, насколько хватает кадров, как ведется обеспеченность, насколько охотно приходят сотрудники, наверное, что 95% женщин. Вы знаете, пользуясь случаем, хочется поблагодарить всех сотрудников социальной службы, которые работают не только в управлении соцзащиты, они работают в учреждениях. Работа в нашей отрасли непростая. Работаем мы с такими категориями, как граждане пожилого возраста, ну, неблагополучные семьи, да, это все равно семьи, которые испытывают нужду в общении, испытывают нужду материальную, и разные вопросы могут возникать у данных семей. Поэтому специалисты, которые работают в учреждениях социальной защиты, они в первую очередь должны быть терпимы к людям. И они должны обладать такими качествами, как доброта, взаимопонимание, то есть мало того, чтобы принять у человека документы, необходимо еще его выслушать и дать необходимый совет или рекомендацию. Поэтому на сегодняшний день я хочу сказать, что других специалистов у нас не работают. Да, бывают всякие изменения, конечно, приношу извинения, если вдруг по какой-то причине что-то было отвечено не так, может быть, но в целом все специалисты грамотные, знающие законодательство, знающие нормативные документы, потому что деньги мы выплачиваем большие. Кстати, вот за 9 месяцев 2017 года управлением уже произведена выплата на 1 миллиард 400 миллионов рублей. Из них это 500 миллионов выплаты по ЖКХ, 300 миллионов это ежемесячные денежные выплаты ветеранам, труженикам, тыла, донорам, то есть тем категориям граждан, которые стоят у нас на учете. И около 280 миллионов это выплаты семьям с детьми, то есть это детские пособия, которые выплачиваются в соответствии с федеральным законодательством, областным законодательством. Это и школьная форма, и региональный материнский капитал, то есть это у нас более 65 видов различных выплат. То есть объем работы, скажем так, не маленький, но думаю, что мы справимся. Кадрами у нас укомплектован на 100% и управление, и в учреждениях возникают, конечно, проблемы, но решаем, люди приходят, есть люди, которые готовы оказывать содействие семьям. Жанна Альберт, у нас осталось буквально две минуты до конца программы. Упустили мы еще одно учреждение, ваше подведомственное, я имею в виду психологический центр «Янтарь». Если можно, в двух словах, чем он занимается, как получить психологическую помощь? В самом названии центра прописаны те услуги, это психолого-педагогические услуги населению. Центр охватывает все слои населения, начиная от семьи с детьми, заканчивая гражданами пожилого возраста. Для них у нас также есть программа «Янтарный берег». В центре работает, помимо специалистов-психологов, работает еще и телефон доверия, на который он круглосуточный. Звонят по разным вопросам, звонят с проблемами и семейными, и родительскими, и между всевозможными вопросами звонят, и прося совет, и просто, скажем так, поговорить. То есть, пожалуйста, он всегда работает с утра до вечера. И, кроме этого, проходят занятия для детей с ограниченными возможностями. Специалисты выезжают в образовательные учреждения, как в детские и дошкольные, так и в школьные учреждения, с различными флешмобами, которые направлены на здоровый образ жизни. Также проводят флешмобы и по правилам дорожного движения. Сейчас очень новое направление – это зависимость от интернета. Это одно из таких направлений, которое сейчас набирает, скажем так, обороты, потому что в нашем мире много детей зависит от телефонов, планшетов, интернета. И родители обращаются пока дети в таком возрасте, когда их можно еще остановить. Поэтому тоже очень большой спектр услуг также приглашаем в наш центр «Янтарь». Специалисты у нас квалифицированные, все проходят обучение. Сейчас они обучаются в, наверное, многим известное учреждение в Москве – это «Солнечный мир», где также работают специалисты, которые выезжают по всей территории России. И я думаю, что наши специалисты смогут оказывать еще более квалифицированные услуги на территории Щелковского района. Большое спасибо, Жанна Алибертовна, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Напоминаю, что сегодня в гостях у программы «Диалог» была начальник Щелковского управления социальной защиты населения Жанна Пеняева. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо!